Добрый день уважаемые подписчики и гости канала. Во вторник 8 февраля на Олимпиаде в Пекине прошли соревнования по фигурному катанию, где мужчины выступили с короткими программами. Американский фигурист Нейтан Чен установил новый мировой рекорд в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине. За свой прокат 22-летний американец получил 113,97 балла. Предыдущее лучшее достижение принадлежало японцу Юдзу Руханю 111,82 и было установлено на турнире четырех континентов в 2020 году. Второе место у Юмы Кагияма из Японии 108,12, замыкает тройку лидеров его соотечественник Шома Уна 105,90. Российский фигурист Евгений Семененко занимает седьмое место с результатом 95,76, Марк Кондратюк на пятнадцатом месте 86,11, Андрей Мазалев 23,77,5. Фигурист из группы Этери Тутберидзе Морис Квитилашвили чисто откатал свою короткую программу и занимает пятое место с результатом 97,98. За выступлением мужчин с трибун наблюдали Александра Трусова и Анна Щербакова. Американский сайт в восхищении, Камила Валиева навсегда изменила женское фигурное катание. Фигуристка из группы Этери Тутберидзе навсегда изменила женское одиночное катание своим выступлением на Олимпийских играх в Пекине. Камила Валиева сделала элемент, который ни разу не исполнялся женщинами в олимпийских прокатах, она выполнила его дважды в одной программе. Россиянка Валиева, ставшая чемпионкой в командном турнире, стала первой девушкой и исполнившей чистый четверной прыжок на Олимпиаде. Через несколько секунд после этого Камила окончательно вошла в историю, приземлив второй квад. Первым прыжком 15-летняя Валиева исполнила четверной сальхов, а затем продемонстрировала каскад четверной тулуп-тройной тулуп. «Мы будем говорить об этом моменте еще лет сто», — сказала Тара Липински, комментируя Олимпийские игры на NBC. За день до этого во время субботней короткой программы Валиева стала четвертой девушкой в истории Олимпийских игр, исполнившей тройной аксель. Аксель — единственный прыжок в фигурном катании, который исполняется с движения вперед. Перед отрывом ото льда фигурист катится на наружном ребре, а приземляется на маховую ногу, двигаясь назад, поэтому этот прыжок требует дополнительного полуоборота и традиционно считается самым сложным. На Олимпиаде 2018 американка Мирай Нагасу стала единственной женщиной, исполнившей тройной аксель. Ранее этот элемент на играх исполняли японки Мао Асада и Мидорито. Согласно Olympics.com, четверные разрешены только в произвольной программе, тройной аксель можно исполнять как в короткой, так и в произвольной программе. На вопрос о Olympics.com, сможет ли спортсменка, которая не владеет тройным акселем или квадом подняться в этом году на Олимпийских пьедестал, эксперт по фигурному катанию Джеки Вонг ответил — нет. Из трех американских фигуристок только Алиса Лью имеет тройной аксель в своем арсенале. Субтитры создавал DimaTorzok